всем привет с вами Инна и мы продолжаем свою работу над морскими альбомами обязательным условием второго этапа является присутствие в развороте тега поэтому сегодня мы с вами его и будем делать я хочу свой тег сделать прозрачным для того чтобы в развороте он у меня не закрывал фотографию поэтому фон у тега был будет прозрачным основу для тега я вырезала при помощи ножей от фэнтези при помощи вот таких тегов при помощи них же вырезала пленку по такому же формату пленку я тоже хочу немножко усложнить я ее буду штамповать штампом такой картой и еще хочу немножко усложнить алкогольными чернилами но не сильно ярко чтобы это не выбивалось из общего фона украшать я свой тег буду вырезалками очень здорово что в коллекции теплое море да и не только в ней в любых коллекциях от фэнтези вырезалки двусторонние поэтому когда я буду их помещать на свой тег с обратной стороны у меня будет такая же красивая высечка это очень классная особенно для таких прозрачных элементов свой тег я не хочу делать сильно объемным поэтому объемных какие-то цветов и украшений в нем не будет для того чтобы мой разворот хорошо открывался и закрывался единственное объем который я хочу создать в этом теге это небольшой шейкер вот такой топпинг я хочу применить и при помощи него создать эффект таких пузырьков в воде я его показывала на этапе с подбора материалов к альбому и вот сейчас его время пришло я хочу его применить в работу а такие две заготовки у меня получились дальше я буду приподнимать их при помощи фоамирана и между слоями фоамирана я хочу вживить вырезалки для того чтобы их не приклеивать непосредственно как пленки и чтобы не было видно клея то есть я имею ввиду что приблизительно допустим взять какие-то водоросли да и они у меня будут крепиться вот на этом слое внизу на фоамиране когда это все приподнимется это создаст такой эффект аквариума то есть не будет видно клея что она где-то приклеена она будет держаться за дно такие теги внутри у нас получились это пока внутренняя часть когда мы перевернем это уже совсем будет по-другому смотреться вот так то есть всех этих некрасивых вещей будет не видно если где-то торчит там по углам я старалась просто максимально закрыть все отверстия чтобы на что там как отсюда не убежал поэтому где то есть может быть неровность сейчас немножко подклеить я все подровняю и можно будет уже создавать украшение внутри самого ценного приблизительно вот так и хочу чтобы выглядела моя композиция вот эту водоросли мне кажется не хватает немножко здесь по длине я ее подклеив к этой для того чтобы выглядела красиво где-то вот сюда вот приблизительно вот так это будет выглядеть то есть сюда я рыбку только подклею если она с той стороны у меня будет я хочу ее сделать 3d при повороте сейчас я объясню что я имею ввиду так вот здесь мы краешки подрежем и можно будет нижнюю часть на фоамиран уже вот на это дно приклеивать внутренняя часть моего так и готова поэтому можно будет уже засыпать топпинг и заклеивать наш тег и потом поработаем над внешней его частью пока наш тег склеивается между собой два и две его части нижняя и верхняя дайте побольше времени ему для того чтобы он прям максимально хорошо схватился останется для технической стороны заклеить только вот эти вот торцевые вещи если там где-то некрасиво получилось я хочу заклеить их тоненьким полосочкам бумаги все хорошо промазать клеем обязательно еще раз для того чтобы шейкер никуда у нас не убежал и пока у нас это все клеится мы можем поработать над внешней частью возможно в процессе когда я буду уже вживлять этот тег в разворот что-то я еще добавлю для того чтобы он сливался с общей композицией а пока просто какие-то технические моменты накидаем и посмотрим что в итоге получилось вот предварительно такую композицию я набросала сейчас немножко поясню именно почему старалась цвета сочетать бежевый зеленый вот здесь вот он у меня как раз представлен это цвета моего второго разворота сюда добавила вот такую яркую водоросль потому что у нас внутри нашего шейкера яркая рыбка обязательно нужно считать цвета здесь также будет у меня присутствовать цветы с листиками мне очень нравится как они выглядят для того чтобы не казалось что наш конек которого я тоже сюда поместила как будто бы он висит в воздухе то есть это все получается единая композиция пузыри при помощи ножей от фэнтези тоже отлично смотрится пузыри пузыри то есть внутри как бы шейкер пузыри и здесь у меня вырубка пузыри вот эти вот листики у меня имитируют водоросли такие вот такие вот я посмотрю в процессе приклеивания еще возможно этой стороной мне подойдет я врубала из бумаги этой же вот такие скорее всего и сюда куда-то помещают потому что у меня подложки для фотографий крафтового цвета тоже хочу сочетать уж очень мне нравится вот такая водоросль как она смотрится тоже куда-нибудь может быть там вот есть у меня имеет мелкая может быть покрупнее мне лучше подойдет и еще я взяла вот точно такого же размера рыбку которая у меня внутри для того чтобы при повороте моего тега там скорее всего будет виден клей потому что я все-таки на клей и приклеила я хочу туда же прямо с внешней стороны приклеить еще одну такую рыбку чтобы это смотрелось красиво как будто бы 3d эффект рыбка внутри рыбка снаружи приклеиваем вот такой симпатичный тег у нас получился прозрачный здесь пересыпаются мои капельки воздуха как я и планировала есть небольшой интересный момент на пленке как я и сказала я вырезала кусочек бумаги и обклеила все по торцам очень хорошо про мазал там клеем для того чтобы на шейкер никуда не убежал теперь я уверена в нем во первых это надежно а во вторых это красиво то есть нет никаких некрасивых следов только швы и с обратной стороны вот так вот получилось тоже интересно здесь я планирую добавить еще два магнита вот сюда и скорее всего спрячу их и скорее всего нам добавлю вот такую щеку это водоросль чтобы эти магнитики прикрыть для того чтобы наш тег мог примагничиваться в саму композицию разворота